ребята всем привет с вами александр и вот только сейчас нам дают награду цератозавра за победу в нашем туре за первое место в лиге доминатор так мы сейчас снова будем наверное снимать сервику из гостевого аккаунта потому что я уж сюда зашел так мы знаем что он у нас есть да и вот это вот хочу выполнить вот этот турнир так сейчас давайте я уберу эту надоедливую запись надпись точнее так этого красавчика церазинозавр мы уже в общем то собрали что у нас появился у нас еще кстати появился что скрывается внизу давайте смотреть что это за турниры по моему они идут у нас идут с адаптивными противниками но так это правильно сказать а заодно давайте взглянем на нашего нашего красавчика ну пахи мне больше нравится знаете почему мне больше нравится пахи потому что я люблю вселенную чужих так вот давайте его сейчас переместим кстати к своим братьям ну не знал мне как-то напоминает чужого каким-то образом как будто бы это корона королевы и что-то такое потому он мне нравится ребятки так ну давайте смотреть на наши турниры смотрите вот у нас их даже три обычные x2 ну это нам не интересно нам больше интересно посражаться вот здесь у вас 30 ратов со теперь вам есть чем ему отвечать ребята сейчас мы будем всех тут рвать и крошить так настал праздник на нашей улице так сказать мост для начала для разогрева почтим этот великий праздник 25 лет фильму мир мир паркирского периода 25 лет ребятки до фильм старше большинства из вас вот вот что нам предлагают а есть какие-то ограничений без ограничений то есть это вообще такой легенький какой-то турнирчик ну давайте мы я помню документальный фильм про гиганатозавра там рассказывали дальше он был одним из крупнейших динозавров и вот там он как раз на это была серия про аргентинозавра точно я думаю вы видели этот фильм так давайте сделаем такой вот челлендж сможет ли один апатозавр и всех затащить думаю сможет без проблем противник у нас прокачаны но как-то они прокачаны до какого-то до уровня обычного легендарного принципе на следующий бой мы сделаем именно легендарными так здесь я могу просто за два удара со всеми расправиться потому потому можно атаковать и по одному ну то есть и по два тоже так банита за уровна с 279 уровня интересно кто из них бьет больней вот как раз идеально получилось я пробил на 11 поставил защиту думаю нас сейчас про атакуют вы не то за уже смотрите насколько она миссис и какая у нее мощная шея делаем вот так ну надо же какой у нас противник не пробиваем просто ну нам главное не нарваться на 8 баллов в атаке кулу вот ну 6 атакует на 5 а у него было 72 балла приберег делаем вот так как раз вот этих два балла так что ребятки сейчас мы с этими быстренько разберемся и будем там уничтожать мега вкачаных диносов так ну вот и все я уже просто с нетерпением жду приступить к следующим нашим боям ну спустя два боя давайте немножко ускоримся чтобы здесь не задерживаться супер так у нас тоже травоядное то есть это у нас все травоядное травоядное но один индоминус просто всех порвет это как это будет не по феншую давайте возьмем легендарных вот тираннозавра возьмем тирекса и там кого кого-то возьмем ему в помощь тоже будем сражаться легендарными хотя можно взять допустим и травоядного самаргозавры есть ладно давайте возьмем тирекса на этот раз вот наш тирекс и вот и тиранность будет ему в помощь супер за вар какая была ребятки длина сколько весил супер за вар пишем с что мы знаем в комментариях так ну здесь можно как бы атаковать и атаковать и атаковать лабиринтозавр где следующий а потом шунозавр с булавой на хвосте кстати это довольно таки больно было выживет ли тирекс вот чем вопрос ну что давайте сделаем вот так хотя мы бы могли пробить до хватило бы нам баллов а противника у нас может уничтожить но ничего мы как раз полюбуемся на и тирануса твоя булава нам не страшно жалкий подражатель ангелозавра так и третий бой смотрите у нас уже появился ангелозавр гибрид так ну что может тогда сразимся травоядными но апатика брать не будем это совсем уж как-то не по феншую вот есть анкелос вот есть амаргазавр как раз он стоит двоих анкелодоков 20 уровня кто у нас тут еще есть такой длина шеи поблизости ну есть анкела ну а патик чет не как-то не но не хотелось бы его брать а варгазарка еще одного взять а можно еще можно взять шумназавра вот так давайте пойдем полюбуемся у нас три боя посвященных травоядным давайте на этот раз под накопимся немножко возьмем другую стратегию противник у нас как мы поняли сидит в защите довольно серьезно так мы его практически уничтожили случайно ну давайте будем размениваться так но апатазавр это хорошо что он идет сейчас у него много баллов но слабый удар он потратит наверное все свои баллы 6 до чтобы сразить нашего маргазавра обладателя этой уникальной гривы анкелос быстро делает свое дело так раз два так чуть не хочу я хочу шумназавра пусть диплодок живет диплодок это один из моих самых любимых зауропода вот брахиозавр и диплодок ну может еще зауропосейдон ну зауропосейдон вообще редко где встретишь а вот диплодок да диплотоциды одни из самых распространенных кстати он да он забор забрал нашего анкелоса ну точнее я его ему подарил так ну а теперь ребятки нас ждет самое интересное кстати вот этот набор классно выглядит мне нравится его оформление 100 бакса 250 генов и анкелос супер редкий а набор такой по раскраске на редкий похож хорошо ну а теперь ребята вы готовы вау смотрите какой набор я первый раз вижу карточка 1 2 3 ну хороший призыв здесь гены из баксы или ну и доказавра нам дадут смотрите какой победа в гиросфере набор интересно выглядит интересно так ну что давайте будем открывать наш набор смотрите здесь у нас даже шанс есть получить гибридом неплохо это неплохо ну здесь все легко это я сделаю за кадром там ничего интересного нет а вот этого я думаю вы все ждали ребята давай вот я помню этот отрицератор с меня очень сильно обижал давайте возьмем пахи голозавра он подменится его встретит метриофадон а и пусть будет приатродон гребень на гребень афиакадон против приатродона вот такой вот у нас будет бой так надеюсь за два удара капразух меня не съест обидно нет не может да его бы еще немножко уровня и он бы за один удар убивал нашего старого пахи голозавра такое мне нравится больше ребята несмотря на то что у него удар слабее он мне нравится больше вот он взял и выжил еще и у него осталось семь костарей жизни аука прозуха 17 ребята 17 так и чё-то с вами заговорился я не помню сколько у него осталось баллов подождите он не проатаковал на на 3 вроде бы не осталось то было бы обидно если бы я сейчас его не убил это самый жирный из этих кстати афиакадон то является демагером таким как диморфодон так нас протоковали на 3 а у нас за один удар пробивал как вам такой трицератус так раз два три четыре и все у него было всего лишь три трицератус мне очень нравится вот этот хотя на таком уровне он уже похож на какого-то другого цератопса а теперь смотрите афиакадон это он помощнее чем был раньше даже пахи голозавр 8000 на 6000 у нас было сколько там 5 на 4 да вот как то так ну и вот теперь дуэль гребнистых у кого больше гребень тот и папа 5 у 1 1 но мы абсолютно не переживаем потому что мы сможем взять любого динозавра 17000 и по пятерочке бьют как вам такое дело но сейчас мы их порвем как тузик тряпку так пахи голозавр юдон и индоминус это было просто унижение да если бы в природе реально существовал пахи голозавр он бы был бы посильнее тирекса смотрите какая у него массивная шея какой у него защитный гребень то есть его укусить было бы довольно сложно сверху если он немножко поднимает голову то это просто он был и вы был импасы был да то есть пенозавр конечно побольше рекса может быть но послабее вы представляете сколько мне нужно бить чтобы его убить пять ударов пять карл так ну один на один будем делать да вот как раз у нас на 4 пробьет ну ему бы и да ему как раз хватало три балла без счета он один балл накинул на щит но у нас есть довольно таки сильный юдон так но у нас остается еще 17000 жизни у нас это циратуса 4 и он не осмелился нас проатаковать а мы сделаем атак мы дадим карт бланш нашему индоминусу 7 ударов ну и теперь разгуляется индоминус рекс так это был наш второй бой но у нас еще есть один бой И он будет таким же интересным Так, так и так И здесь у нас уже появился Юта Раптор И Юта Раптор у нас встретит Гаргазух Потом на подменившегося Ёшкин кот Аргентинозавр 20 тысяч Антарктопелта 20 тысяч Ребята Это просто Просто невероятно Просто невероятно Конечно же, потом Будет его встречать Пахигалазавр И Юдон Ну это Это челлендж, ребята Это челлендж, смотрите У него жизни намного больше, чем у меня А сила удара такая же Вот это Юта Раптор Я уже молчу про тех наших Травоядных Которые просто могут Уничтожить В клочья Так, ну Нужно защищаться, ребятки Нужно защищаться Конечно же Хочу, чтобы он проатаковал на 2 Да, он это делает Так, у него по нулям Время на Ёшкин ты кот Получилось не прикольно Надеюсь, я его пробью Еее 2000 всего лишь Нас отделило Поражение Но Все очень плохо, ребята Все плохо 3 балла Нас атакуют на 2 Нас проатаковали На 2 балла Так, раз Два Три Раз Ну Два удара я выдержу Он атакует на все 5 Да На все 5 Так Ну тут А мы еще можем легко проиграть Так Хотя такая подмена Сомнительная Ё-моё, ребята Антарктопелта Походу Нас Превратит В пух и прах Она атакует Всего лишь На 1 Вал А у меня У меня выбора Как-то нет Особо, ребята Я защититься От нее не могу И пробить ее Тоже Не смогу Мы проиграли И это были мои Самые сильные Ребята Самые сильные Даже не знаю Как бы Как его тут Переиграть У-м-м-м-м-м-м Интересно Давайте сделаем Как на что смогут что смогут тут а сделать может метрефа дончика взять как вы считаете допустим если взять ну горгозуха нужно брать 6000 3000 1 идет горгозух он потом подменяется потом ю дон ну очень очень как-то тут печально я вот хотел бы взять сигназуха например сигназуха или даже не знаю кого тут можно взять метре афадон ну как бы опачки ну давайте попробуем вот так что ли так и давайте я сейчас его укушу допустим сейчас подменится аргентинозавр меня ударит на 1 ну такое что получается непонятное 2 и меня пробивает на 1 блин вот это нам фартанула ребята я вам скажу это реально фарт а вот это не фарт он не про атаковал один балл приберег хотя непонятно почему он атаковал на три если он не мог меня убить то есть за 4 по большому счету так сможет ли наш новый гибрид справиться с двумя мутантами двумя супер неубиваемыми травоядными ребята так нас так вот на все четыре и походу должен справиться пять тысяч сила удара ребята красавчик хорошо что я про него вспомнил так раз два три как это будет epic fail я не досчитал с одного балла 4 атакует на 2 не знаю ребята что происходит меня сейчас антаркновил то опять уничтожит но это была моя ошибка это была моя ошибка и мы за нее сейчас поплатимся мы сейчас это переиграем сейчас мы все переиграем с той же комбинацией но ошибка нам дорого стоило так ведем горгазуха 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 так и че ютона ну тут вообще-то да по большому счету без разницы кто как пойдет попробуем повторить но нам тогда повезло в самом начале еще но 3 500 это мало это реально мало сейчас он нас проатакует на этот раз да я сделаю вот так он нас тоже проатакует ну нет смысла его защищать я могу поставить три балла в защиту но это нам бы как-то мало помогло так раз два три ну ничего себе ни один балл даже остался лишний так ну все в руках будет нашего нового гибрида циррозинозавра 4 балла надо внимательно сейчас считать не отвлекаться 4 атакует на 3 1 балл приберег подлец да точно такая же ситуация как в прошлый раз у нас получилось но на этот раз я уже не обсчитаюсь вот так вот 4 и 1 2 блин 3 в защиту надо ставить ребята вот по этой причине нужно поставить было 3 но он думаю нас проатакует как раз сейчас 5 балла вот ес но это чертовски непростой бой то есть противник намного нас сильнее намного да нам надо уж каких-то либо летунов либо амфибий таких вот еще помощнее амфибий желательно потому что у нас как писал один из подписчиков что да хватит добавлять сильных гибридов хищников пора уже каких-то других правоявных летунов или амфибий я думаю с этим соглашусь так что ребятки на этом все всем кому понравилось поставьте пальчик вверх и не забудьте поделиться этим видео я буду вам благодарен до скорых встреч 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 до скорых встреч